Итак, доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Бокертов! Guten Morgen! Я сейчас в Германии, поэтому Guten Morgen всем! Guten Morgen! Такое название очень непросто произнести. Guten Morgen! Такая суровая архитектура, хотя Бавария это самое веселое место в Германии, я тогда представляю, как выглядят другие. Хорошо, друзья, все, мы продолжаем учить третий пэрэк, третья глава пертея вод, и мы уже заканчиваем, заканчиваем эту главу, и сейчас у нас Раби Лазар Беназария, у него была очень длинная мишна. Интересно, что вот чем дальше от получения Торы, да? Да, всем шалом, всем Бокертов! Очень интересно, что в еврейском мире считается, что предыдущие поколения, они намного были умнее, чем мы. Умнее, сильнее, мощнее, значит, есть такое понятие еридатодород. Еридат – это спуск поколений. и мы можем это увидеть даже по пертея вод, что в самом начале такие были мишнает глобальные, и чем дальше, тем больше просто идет более детальное, тонкое объяснение того, что великие первые поколения, они могли сказать одним словом и сразу друг друга понять. А когда были пророки, они вообще без слов общались. То есть, пророк, он так, они смотрели друг на друга и все понимали. А в наше время уже говоришь тысячи слов, а ничего не понятно. Так вот, третья глава Раби Лазар Бен Азария, он нам, в принципе, разъясняет все то, что мы уже до этого учили в первой главе, во второй главе, в третьей главе, но он нам это все объясняет уже более, более тонко. И, значит, я сейчас тогда прочту полностью то, что он сказал. Вот мы первую половину его мишны разобрали. Я просто сейчас повторю, чтобы напомнить. Значит, он сказал так, Раби Лазар Бен Азария сказал так. Значит, если нету Тора, он сказал, нету правильного поведения. То есть, правильное поведение Дерехеретс в этом мире, да, это путь земли, то, что называется. Человек в этом мире, он такой земляно, он из праха взят, в прах будет помещен, он кушает все, то, что выросло из земли. Ну, если мы возьмем даже мясо, то это корова съела то, что выросло из земли, переварила, и мы едим корову, но, в принципе, это то же самое, что выросло из земли. И весь человек, он такой земляной. И есть путь земли, как в этом мире пройти свой путь, и как до момента, пока в землю тебя не закопают. И, значит, Раби Лазар Бен Азария, он говорит, если нету Торы, нету пути земли. То есть невозможно пройти свой земной путь, не зная, как правильно это делать. А как правильно это делать, есть множество предположений, есть то, что сказал хозяин мира, это Тора. Но дальше он продолжает, если нету Дера Херетс, нету Торы. То есть, но так как Бог человека поместил в этом мире, то если у него не выстроен его путь земли, то нету, не будет у него Торы. Это он нам разъяснил, то, что нам сказал во второй главе, в начале, Рабан Гамлиэль. Рабан Гамлиэль нам как сказал? Он сказал, я фетал му тура им дера Херетс. Он говорит, классно совмещать изучение Торы с путем земли. То есть нужно научиться их совмещать. Раби Лазар Бен Азария, он нам объяснил, что одно без другого не работает. Он внес уточнение и поставил приоритеты. В начале Тора, потом путь земли. Но если ты не выстроишь путь земли, а будешь заниматься только Торой, то тогда у тебя и Тора не будет. Дальше он нам продолжает. Значит, если нету хахмы, энерра. Нету хахмы, нету страха. Нет божественной мудрости, нету страха перед Богом. То есть, когда человек говорит, знаете, как в советское время, начало советской власти, и вот была такая евсекция, это евреи против Бога. Они евреев, верующих, заставляли отказаться от Бога, и как-то они в школе устроили показательный такой какой-то вот урок специально на Песах, кормили детей хлебом, заставляли есть и все. И они говорят детям, а вот теперь говорят, посмотрите на небо и покажите Богу Дулю. Покажите Богу Дулю. Вот так вот. Один мальчик говорит, я не буду этого делать. Они ему говорят, почему, ты что, веришь в Бога? А он говорит, смотрите, говорит, здесь очень сложный вопрос. Если Бога нет, так кому мы Дулю показываем? О чем мы вообще говорим тогда? Его нет. А если Он есть, так я ему не буду Дулю показывать. В этой истории так сказал мальчик. Но страх перед Богом может быть только у того, кто знает, кто такой Бог. Страх перед Богом может быть только у того, кто изучает это. Поэтому если нет хохмы, нет божественной мудрости, это то, что к нам пришло от пророков, только пророки могли хоть как-то взаимодействовать с Богом и как бы увидеть, прочувствовать божественное. Все остальные, все остальные, они же как, что они про Бога знают? Только сказали, 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 рассказали. Знаете, есть известная история, как двое встречаются, один другому говорит, ты знаешь, вот все восхищаются Битлз, а мне не нравится. Вообще мне Битлз не нравится. Одни ноты фальшивят и картавят. Второй говорит, а ты что, Битлз слушал? Он говорит, нет, я Битлз не слушал, мне сосед Мойша напел. Так вот мы все, что мы знаем о Боге, это сосед Мойша напел. Только те, кто учат Тору, это Мошера Бейну. Мошера Бейну, но мы, опять же, когда мы учим Тору на русском, в интерпретациях и так далее, надо понимать, что это Тора на русском, в интерпретациях. То есть, это рассказ о Боге, о божественном. Так вот нам сказал Раби Лазар Беназаре в этой Мишне, что если нет хахмы, если нет у человека божественной мудрости, то, что он принял, а божественную мудрость можно только принять от пророков, нет у него ира, нет у него страха перед Богом. Но если нет у него страха перед Богом, тогда нет у него божественной мудрости, не удержится она. То есть, если у человека есть просто знание, но нету страха перед Богом, то это знание, оно не будет его вести по жизни, не будет им управлять. Хорошо. Дальше он продолжает и говорит, если нету дата, нету бины. Если нету человека цельного восприятия мира, дата это восприятие мира, такая цельная картина. Он складывает, у него все как бы держится в голове. У него нету бины. Нету у него бина это сообразительность, умение делать выводы. То есть, знаете как, есть люди, которые делают выводы очень странные. Например, светит солнце. Что это значит? Это значит, что будет дождь, потому что есть или солнце, или дождь. Значит, если сейчас светит солнце, это значит, что будет дождь. А может можно сделать вывод другой? Светит солнце. Это значит, что будет светить солнце, потому что сейчас светит солнце. Почему должен начаться дождь? То есть, выводы, они, как сказать, это игра ума. То есть, человек, который делает выводы, это значит, это значит, или он обобщает, все немцы хмурые. Это тоже как будто бы вывод. Откуда ты знаешь, какие все немцы? То есть, если нет у человека цельной картины, он не может делать выводы. Если он не умеет делать выводы, у него нет цельной картины. Но и выводы, и цельная картина, человек должен знать, что это не более, чем игра ума. Потому что не может у человека быть цельной картины. Человек воспринимает мир, он видит кусочек реальности. Все остальное он создает у себя в голове на базе своих мыслей. Какая вообще цельная картина мира? В мире 250 стран, нормальный человек 50 примерно слышал, 200 даже не слышал. Какие вообще цельная картина мира? Кто может вообще делать выводы о чем-то, глобальные выводы, предсказывать и так далее? Все иллюзия. Сказал Набрабеля Зарба Назария, но вот эти свойства ума, они связаны. Умение делать цельную картину и умение делать выводы, это работающий ум. То есть, если у человека даже этого нет, то вообще проблема. То есть, это он сумасшедший, у него проводки отходят. Но если у него это есть, он должен знать в своей цельной картине мира, что вот цельная картина мира, это его иллюзия, он создает некую картину, и она никогда-никогда не будет цельной. Теперь, дальше, дальше он продолжает. Если нету Кэмаха, нету Торы. Если нет питания, нету Торы. Человек, который хочет кушать, он какое-то время без еды продерживается, а потом бах, умирает. И Тора без питания не работает. Но если нету Торы, если нету, вначале он что ставит на первое место? им эн кэмах, он ставит в Кэмах мука на первое место, нету Торы. Он говорит, все-таки у человека первична его физиология, его физическая. То есть, если бы Бог хотел, чтобы мы были ангелами, он бы не дал нам тел. Значит, раз он дал нам тела и поместил душу вот в это грубое, механистическое, инстинктивное тело, значит, он хочет, чтобы мы вот чем-то занимались в этом мире. Если нету Торы, нету мути. Он говорит, но если нету Торы, так нету и мути, зачем тебе тогда вся эта мука? Тогда бы, если бы он хотел, чтобы была только Тора, он бы нас сделал ангелами. Если бы он хотел, чтобы была только мука, он бы нас сделал обезьянами или коровами. Но мы люди, совмещающие в себе корову и ангела. И вот на вот этом соединении божественная душа, животное тело, интеллект, который пытается сложить картину мира и ее удержать и делает еще какие-то выводы, вот это и есть человек. И дальше он нам продолжает, продолжает он нам рассказывать. Он говорил. Он говорит, что каждый, у кого божественная мудрость больше, чем его дела, на что он похож? На дерево, у которого много ветвей, а корни маленькие. И приходит ветер, и его вырывает с корнем это дерево, его переворачивает на лицо. Как сказано, дальше он приводит из пророков подтверждение. Я не буду сейчас переводить, давайте остановимся, чтобы мысль не потерять. Ведь цельная картина мира, вот этот дат, который держит, он не может много удержать. Дат удерживает только 7 плюс минус 2 единицы информации. Вот вся мощность вот этого хваленого ума, который там человек им, вау, ум. 7 единиц информации он держит, все остальное в подсознании. И вот эти 7 единиц информации сознания, то, что удерживает, вот он удержал чуть-чуть и забыл. То есть, так вот, значит, у человека, у которого божественная мудрость больше, чем его дела, эта мудрость не удержится. Что имеется в виду? Вот человек учит Тору, он учит Тору, он понял, что надо с утра встать и сказать «мудай нили фанеха». Хорошо, он это понял, это легко понять, ему объяснили, это легко понять. Если он это делать не будет, то он завтра это забудет. Все, он завтра это забудет. Если он знает, что надо делать заповеди, но он их не делает, это значит, что завтра он и забудет, что их надо делать. Понятно, да? То есть, действия, они программируют тело. Действия программируют тело. Именно этот мир мы проходим. То, что ты знаешь Тору, знаешь Тору, знаешь, что надо делать, знаешь заповеди. Это дает тебе возможность их сделать и запрограммировать себя, свое тело, и дальше перенести вот этот программный код, перенести его на уровень своей души. Идет добро. В общем, он будет в земле соленой, и там он не выстоит. Это тот, у кого, тот, у кого его знания больше, чем его дела. Но каждый, кто его дела больше, чем его знания, на что он похож? На дерево, у которого маленькие ветви, но корни мощные, сильные корни. И все ветра в мире, все ветра имеются в виду всей идеологии в мире, которые приходят и дуют на него, они не смогут его сдвинуть с места. Как сказано, и будет он, как дерево, посаженное на воде, и которое в воду в эту пошлет свои корни, и не увидит, и когда придет жар, и будут его листы всегда зеленые. И в год засухи не будет волноваться, и не перестанет давать плоды. Значит, что нам сказал Раби Элязар Беназаре? Давайте еще раз подведем итог. Значит, очень важно, очень важно делать, очень важно делать. То есть, не просто все время там изучать что-то, рассуждать и так далее. Да, надо делать, делать, выполнять заповеди, то есть, выполнять заповеди, выполнять простые, понятные действия. И с Божьей помощью тогда человек будет прочно стоять в Торе, его связь с Богом будет прочная, мощная и сильная. Поэтому нужно подумать, вот, нужно подумать, как каждое, каждое свое знание переводить в действие. Для этого, опять же, в Пертьевод есть прекрасная Мишна, которая говорит о том, что тот, кто учит для того, чтобы делать, тому с небу помогут изучать, обучать, запомнить и сделать. И Рамбан, когда Великий Рамбан был такой, Великий Мудрец, он писал письмо своему сыну, и он сыну своему говорил, вот, каждый раз, когда ты что-то учишь, учишь Тору, как только ты закрываешь книгу, спроси себя, что я могу сделать, что я могу сделать прямо сейчас. Давайте подумаем, что мы можем сделать прямо сейчас. Есть в Сидуре, когда мы утром говорим о благословении на изучение Торы, то там есть, вот, мы говорим с утра, да, благословение на изучение Торы. И потом, после этого, после этого, есть сразу же, после этих благословений, есть отрывки из Торы, в которых, значит, в этих отрывках из Торы, сейчас я вам их прочту. Значит, вот мы говорим там, три благословения на изучение Торы, и сразу после, после вот этих вот благословений, есть три отрывка из Торы. Первый отрывок идет из письменной Торы. Для того, чтобы сказал благословение, сразу его надо, как бы, подтвердить. Из письменной Торы идет благословение, которым коины благословляли, благословляли народ. И вареха ха-шем вейшмиреха, пусть Бог тебя благословит и сохранит тебя. И эра адыной панавы лейха вейхунеха, пусть Бог проявит в себе лицо свое и обучит тебя. И садыной панавы лейха, поднимет Бог свое лицо к тебе, вейасем лейха шалом, и даст тебе мир. Это мы говорим, вот это первое благословение, оно из письменной Торы. Дальше мы говорим, вот вещи, что нет у них шаура, нет у них размера. Их надо делать, вот, неважно сколько их надо делать, даже без размера. Идет перечисление этих вещей. Значит, там есть вещи, связанные с урожаем и так далее. Но тут есть гмилут хасадим, его надо делать, нет у него размера. Гмилут хасадим это добрые дела, воздавать добром всем. И, значит, талмуд ура учить Тору. А вот дальше идет очень интересная такая штука. Вот вещи, что человек, что человек получает плоды за эти действия в этом мире. Но основная награда ему идет в мире грядущем. Что это за такие действия, что идет награда и в этом мире, и в мире грядущем? Значит, вот эти действия. Тибут АВМ, почитание папы и мамы. Почитание папы и мамы поставлено на первом месте. Бог поставил это. Это очень важная вещь, почитать родителей, делать родителям хорошо, делать родителям добро. Угмилут хасадим, делать добро всем, делать добрые дела. Вашкамат бейт амидраш шахарит вайравит. И вставать в дом учения Торы, именно вставать, идти туда утром и вечером. Вахнасат урхим и принимать гостей. Убекур халим и проведывать больных. Вахнасат кала, значит, и помогать невестам, особенно бедным невестам, сиротам выйти замуж. Улевая тамет, значит, и провожать мертвого в последний путь. То есть, приходить на похороны. Выйун твила, и молиться сосредоточено. Вават шалом бенадам лихаверо, и делать шалом между человеком и его близким. Веталмут турак и негат кулам. И учение Торы, оно напротив их всех. То есть, вот эти вот действия, человек получает огромную-огромную награду в грядущем мире. То есть, он себя создает, повышает свой духовный уровень и работает над тем, чтобы создать себя для следующей серии. Но он получает плоды в этом мире. Поэтому давайте сейчас для себя каждый сделает что-то для себя хорошее. Или родителям надо позвонить, там что-то хорошее сказать. Или надо сделать мир между людьми. Или поучить еще чуть-чуть Торы после урока. Сесть самому чуть-чуть поучиться. Или делать добрые дела. Все, друзья, удачи, успехов, хорошего дня. Значит, делаем, делаем, делаем действия, которые Бог сказал делать. Все, всем пока. Делайте действия. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok